всем большой и пламенный привет девочки мальчики кто нас смотрит hello hello мы сейчас закрепим тему я пока вас встречаю и пока забивают тему вот так мы назвали тему инкрустация от а до я публикуем привет 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 большой большой привет вот как нас слышно как звук как связь прием прием аппаратура прием сейчас я чуть повыше подниму этот мне кажется весь в стразах может быть это хорошо как у вас настроение пишите из каких городов и нас смотрится посмотрите какая красота к новому году конечно праздник не только праздник самый главный праздник вообще это новый год я считаю кроме дня рождения и поэтому именно преддверии праздников вот блеск особенно в год наступающей крысы блеск диктует все-таки желание блеска диктует желание ваших клиентов сотворить это на своих ногтях и поэтому тема сегодняшняя наша это вот такая блистательная тема посвященная кристаллам пикси да кстати сейчас они со скидкой 40 процентов пока вы смотрите вы еще успеваете до нуля часов сегодняшнего дня сделать заказ на сфоровский и стать обладателем потому что вам со скидкой цена будет где-то в районе 1140 рублей за вот такую вот красивую баночку где спрятаны стразы пикси что же из себя они представляют в первую очередь это мелкие мелкие кристаллы с огранкой благодаря именно огранки имеется характерный блеск фактически как у бриллиантов и вы знаете что можно делать очень многое с помощью данных пикси различные по цвету посмотрите как они защищены специально в упаковке и вот такие вот красивые бутылочки которые очень порадуют вас и ваших клиентов но в первую очередь вы можете заработать на этом деньги и взяв за один всего лишь ноготь приблизительно 500 рублей стоимость одного ногтя когда вы усыпаете все это стразами привет привет большой большой привет итак что мы сейчас делаем мы немножко сейчас вас заинтригуем потому что помимо страз пикси мелких мы можем вот такое сделать заготовочек потому что потом этот заготовочек превращается в очень красивый силуэт в данном случае делать его достаточно легко и сейчас я вам покажу что я для этого использую что я для этого использую и какие мне необходимы для этого инструменты и конечно это бейс экстра поставьте плюсы те кто использует базовое покрытие бейс экстра для крепления страз и я покажу с удовольствием вам помимо бейс экстра как можно создать действительно надежное крепление смешивая бейс экстра кое с чем напишите плюсики кто использует бейс экстра для смешивания для получения нужного так скажем клея клея для крепления страз что-то язык мой сегодня заплетается привет привет ну вот так жду ваших комментариев жду ваших комментариев посмотрите какое величие блеска и огранки вот таких крупных камней вау-вау-вау сейчас я вспышку включу и будет вообще замечательно и так казалось бы да клиент пришел в салон соответственно вы уже заранее может быть договорились а может быть на месте и вы понимаете что клиент захотел сделать красивые ногти себе и вы для этого подготавливайте рабочие инструменты вам потребуется пинцет вам потребуется базовое покрытие бейс экстра безусловно вам потребуются крупные кристаллы потому что я хочу показать как клеить крупные кристаллы на поверхность ногтей и конечно же ваша смекаловка ваша целеустремленность и моторинка потому что без нее увы никуда и конечно мне потребуется мелкие вот такие пикси которые очень напоминают вам различные мелкие шарики которые очень хорошо смотрятся именно в окантовке каждого камня украшать можно все что угодно это могут быть типсы это могут быть ногти ну типс конечно жалко украшать лучше ногти клиента вот такие вот маленькие есть бутылочки очень симпатичные и давайте все-таки вспомним что же из себя представляют кристаллы пикси есть кристаллы с ножкой есть кристаллы без ножки да то есть это могут быть как мелкие шарики тоже очень красиво смотрится у меня вот здесь вот в упаковочке они достаточно красивые посмотреть какие они мелкие я увеличу сейчас экран чтобы вы увидели своими глазами видите у каждого кристаллика есть ножка огранка фактически такая же как у бриллиантов поэтому они сияют и сверкают просто изумительно и самое важное подготовьтесь к этому процессу я вам хочу показать сегодня именно два варианта приклеивания кристаллов на разные поверхности для начала мне потреб мне потребуется типс конечно куда же я без него я наношу цвет это будет черный цвет бейс экстра у нас в качестве будет клея а в качестве цвета пор black какой цвет сделать черный или красный я думаю что наверное черный кто за черный а кто за красный каким цветом мне сделать покрытие ну так поиграем немножко с вами сегодня так пур black или все таки 37 62 подключайтесь подключайтесь девочки потому что будет интересно сердечки это хорошо вау спасибо большое но преддверии нового года на чем же еще можно заработать как не на покрытие как не на укрепление ногтей это инкрустация черный вижу вижу знакомые лица спасибо большое и так черный цвет черный цвет я наношу как обычно в два слоя то есть вы клиенту делаете полноценное выравнивание ногтей безусловно а далее наносите черный цвет в два слоя все как обычно фиксируйте его в лампе на 30 секунд этого вполне достаточно чтобы черный цвет полностью заполимеризовался тут самое главное мощность лампы и конечно это неонейл потому что эта мощность 48 ватт и потому что это долговечная лампа с которой можно легко работать мне безумно нравится вот такие потрясающие бульонки очень круглые очень круглые конечно так сказал загнул прям вот круглые действительно аккуратные по форме абсолютно одинаковые можно рисовать какой-либо силуэт и соответственно после вот они называются вот так на то есть это делюкс именно делюкс кристалл пикси и здесь самое важное сейчас секундочку покажу чтобы вы просто видели вот посмотрите обязательно на сайте обязательно на сайте посмотрите потому что что то может быть не в наличии что то может быть в наличии но самое главное если вы клеите допустим пикси на белый фон я вам предлагаю использовать черные кристаллы они тоже имеют характерный блеск мне кстати напоминает черную икру поэтому если вы в дизайне просто маэстро и рисуете что-то такое может быть смешное на ногтях можете сделать икру черную благодаря вот таким вот классным пикси ну что ж давайте мы начнем черный цвет у нас конечно же готов я сделал специально заготовочку и посмотрите я сделал его полностью велюровым я усложнил себе задачу втрое потому что на матовой поверхности сделать идеальный дизайн сложно потому что можно ошибиться где-то можно промахнуться но почему я использую бейс экстра я использую бейс лишь потому что это идеальное крепление навечно надолго пока не отрастут ногти но это еще и блеск после снятия липкого слоя и конечно это надежное сцепление с искусственным материалом с искусственным покрытием что мне для этого сейчас понадобится конечно это мои помощники это специальный круглый магнит я использую очень часто магнит от на и у кого их нет очень многое пропустили значит вы не так давно с нами у кого они уже есть в наличии то присоединяйтесь мы обязательно что-нибудь придумаем и может быть один магнитик достанется вам всем большой привет и вам тоже большой привет ну что ж сейчас я небольшое количество наношу базовое покрытие бейс экстра ставлю прям каплю мне не жалко абсолютно достаточно удобная при этом консистенция совсем небольшое количество кисть которую я обычно использую это кисть номер 2 от на и на и длинным ворсом действительно вот и для того чтобы клеить небольшие стразы я использую базовое покрытие мы не смешивать не с чем потому что я понимаю что объема быть никакого не должно и соответственно мне нужно чтобы стразинка полностью прижалась к поверхности и так поскольку мы с вами выбрали а вот такой вид дизайна то есть он еще не законченный да посмотрите как сияют кристаллы какая гранка действительно классная для тех кто любит инкрустацию это просто зрелище номер один я выбираю необходимое мне количество и конечно размер я пойду на уменьшение да то есть сначала пойдут крупные стразы а потом чуть меньше но все конечно будет зависеть от того что желает клиент если все-таки рисовать какую-то определенную схему то начните с самого главного это распределение страз то есть то как они должны располагаться и самое важное вот для меня всегда подсказка я тут себе пометочки сделал да либо это центральная часть ногтя либо это действительно полностью центр от кутикулы до свободного края либо это зона кутикулы то есть здесь очень хороший вариант я специально вам показываю вот вот также могут стразы располагаться от зоны кутикулы до угла свободного края либо вы можете занимать как правую сторону так и левую тут эти мой почерк все-таки вы еще видите либо это может быть красивый зигзаг либо вы занимаете полностью всю площадь ногтей то есть вот такие варианты можете себе сделать маленький скриншот вот так чтобы вам вы могли себе запомнить тут видите мой почерк поэтому можете быть уверены все действительно из моей головы привет большой привет 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 большой так я постараюсь не пропустить ваши вопросы вот что мне дальше понадобится я стараюсь не пользоваться соответственно карандашом восковым потому что не его нет собой вот но обязательно воспользуюсь сейчас я определю с размером страз возьму небольшое количество мне для этого понадобится безусловно несколько страз надеюсь вам видно я не буду брать одинаковые стразы я возьму вас разные стразинки чтобы все смотрелось гармонично такие близнецы старайтесь класть их аккуратно до чтобы вы не поцарапали их конечно же какую-нибудь крупненькую стразинку я оставлю обязательно на десерт давайте я возьму крупную стразинку и не то что стразинку это целый камень посмотрите какой он в своем величии какой размер этого камня и как вы думаете на что я его буду клеить наверное у вас есть масса вариантов на то чтобы ответить что с чем я буду смешивать клиент если определился с камнями секундочку вот так мы это сделаем посмотрите какое величие какая красота увеличим чтобы вы увидели всю мощь камней привет большой большой привет и можно взять наши черные бульонки такие интересные достаточно камни сейчас 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 либо вы можете выбрать крошку которая имеет действительно в себе цвета не только платиновый оттенок но и золотой оттенок тем более что в год серебряные крысы это было бы очень и очень актуально давайте к мы их возьмем специально вот для того чтобы сделать именно непосредственно вокруг наших страз обрамление на чтобы они смотрелись вот так вот аккуратно что вы делаете мы делаем инкрустацию показываем вам что с чем клеить я покажу как приклеиваются кристаллы пикси и собственно что я все это клею и что я для этого использую в данном случае использую бейс экстра от nail nail уже небольшое количество мы нанесли на предварительно заготовленную поверхность нашего стола рабочего и так вот перед вами типс вы можете сделать разметку это может быть любой белый карандаш в данном случае мне он не нужен но как подсказочка я обязательно используем маленькие маленькие точечки прекрасно понимаю размер нашего большого камня пожалуй я не с него начну хотя может быть даже с него давайте-ка мы по порядку это сделаем чтобы было все аккуратно потому что чтобы прикрепить большой камень просто бейс экстра мне будет недостаточно я буду использовать специальную пудру это пудра от nail nail абсолютно прозрачная в данном случае пропорции я вам сейчас покажу прозрачная пудра набирается также может типсом до небольшое количество заранее ничего не смешиваю все всегда делаю при клиенте так вот если я смешаю заранее непосредственно пудру и базовое покрытие бейс экстра у меня процесс полимеризации начнется естественно и будет продолжаться до тех пор пока получаемая так так скажем консистенция полностью не затвердеет и так что же я сейчас буду делать для того чтобы крепить крупный страз крупный элемент мне потребуется смешать базовое покрытие бейс экстра с пудрой в данном случае мне нужна действительно уверенная консистенция то есть выше средний это очень важный момент еще ни одна клиентка не потеряла камни теряла все туфли голову но стразы были на месте собственно сейчас я небольшое количество старайтесь не повторять форму камней делайте обязательно точку и непосредственно на эту точку вы уже начинаете клеить элемент вашего элемент для вашего дизайна посмотрите какая получается консистенция сейчас я увеличу получается такая каша на которую можно легко положить камень и при этом он не раздавит ну так называемый будущий клей который будет очень надежным кстати я буду использовать еще и дополнительно лампу от nail nail professional теперь собственно что я делаю небольшое количество я уже нанес далее начинаю крепить камень поправить его достаточно легко почему бы да потому что у нас консистенция уже готовая под ним она не жидкая ничего при этом не вытекает камень остается на месте при этом он не сползает я вам сразу скажу что если вы хотите приклеивать что-то более крупное на ногти клиента пожалуйста крепите в центральной части почему чтобы клиенту было удобно чтобы клиент ни за что не цеплял чтобы колготки были на месте чтобы спины были не оцарапаны и чтобы вашему клиенту было удобно посмотрите прям продолжение продолжение искусственного ногтя или натурального вот очень красиво фиксирую в лампе на минуту не меньше почему потому что мы какую-то часть закрываем естественно камнем и непосредственно базовом покрытию с пудрой нужно схватить она схватится идеально что за материал да мы с мы постараемся сохранить эфир конечно же что за материал это бейс экстра бейс экстра и это пудра код неонейл профессионал я смешиваю пудру с базовым покрытием и непосредственно на эту заготовку на эту консистенцию на этот получить получившийся клей так называемый приклеиваю крупные камни они никуда не денутся они останутся на месте и при этом это великолепная подсказка что вы можете работать не только с натуральными ногтями но еще и с различными поверхностями то есть это может быть что это может быть допустим чехол от телефона это может быть крышка мобильного телефона все что душе угодно вот такие могут быть различные заготовки да в качестве дизайна легкого правда но тем не менее теперь давайте посмотрим проверим на то как у нас зафиксировался камень посмотрите фиксация действительно классная нажимаю с большим достаточно усилием камень на месте и теперь что мне нужно сделать я уже воспользуюсь уже не получившийся кашей а чистой консистенции при этом мне необходимо поставить мелкие точки то есть я аккуратно располагаю будущие камни учитывайте что вы еще будете делать некое некий ореол и осыпать это все также камнями я добавлю бейс экстра девочки стараюсь смотреть на ваши комментарии сейчас я посмотрю так пожалуйста работайте всегда поэтапно не старайтесь сразу все сделать потому что клиент может где-то что-то задеть где-то что-то смахнуть и так далее поставьте две точки вам этого вполне будет достаточно я занимаю в данном случае центральную часть нашего так называемого ногтя могу воспользоваться пинцетом в данном случае базовое покрытие позволяет не ползти нашему камню соответственно он на месте за счет своей консистенции вы можете чуть подвинуть но не слишком сильно и приклеить допустим следующий элемент он может пойти на уменьшение тут уже все способы хороши вот аккуратненько мы прикрепили наш камень далее я фиксирую все это конечно в лампе не меньше минуты так какие у вас есть вопросы что за материал до материал это на и на и на и привет 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 большой большой привет сейчас посмотрю комментарии ваши ну вот так 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 у нас фиксация фактически сейчас прошла что можно еще сделать с помощью кристаллов пикси можно сделать в качестве подложки черный опять же гель-лак вы используете далее вы прорабатываете в центральной части белым гель-лаком french white 50 55 это шикарный белый далее вы можете сделать амбре используя ту или иную цветовую гамму и после того как у вас все готово вы базовым покрытием прошлись соответственно и далее начинаете сыпать камни при этом они надежно фиксируются ничего им не будет я вам скажу что типс уже давно не новичок ему уже больше месяца еще ни один кристалл не отвалился поэтому бейс экстра может смело использоваться даже на различных поверхностях да 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 это матовый топ это велюровый топ 3 3 пятерки единица то что мне часто в школе не доставалось 3 пятерки единица я на четверочке учился а вы велюровый топ надежный топ который идеально смотрится с различными видами инкрустации ну вот у нас уже заготовка есть что мы делаем дальше дальше пока вы работаете с крупными с крупными камнями может быть кто-то сейчас за этим следит далее что я возьму я возьму бейс экстра но пожалуйста не используйте всю кисть используйте только кончик кисти далее вы начинаете что делать аккуратно прорабатываете вокруг камней можно использовать свой пальчик до чтобы капли у вас не было можно добавить пудру это вообще был бы идеальный вариант то есть мне нужна консистенция немножечко в этом случае погуще наношу очень аккуратно я стараюсь при этом фактически не касаться типса то есть мне нужна готовая поверхность именно на камне я только чуть-чуть вижу как у меня сейчас на данном этапе появляется такая глянцевая полосочка достаточно тонкая при этом она сейчас чуть-чуть расползется но совсем совсем чуть-чуть те кто работают с камнями с кристаллами пожалуйста работайте поэтапно не пытайтесь все сделать сразу и кстати это отличный вариант для тех кто только-только учится делать амбре я вас уверяю что если вы где-то ошиблись сделали амбре не очень может быть четким вас спасут спасут действительно спасут это пикси от сваровских тем более сейчас на сайте неонейл на них скидка 40 процентов вот мы нанесли и вот я покажу сейчас мой самый любимый этап действительно этот этап завораживает очень многих клиентов потому что они готовы на это смотреть часами правда если клиент конечно позволит вам это сделать если он не спешит но новый год все-таки это отличный повод для того чтобы сделать дизайн красивым итак нанесли 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 и теперь вы думаете так все легко да прям взяли стразы прицепили нетушки я покажу как правильно нужно и использовать кристаллы пикси часто мастера неправильных используют сыпят потом все что присыпали насыпали засыпали оставили внутри упаковочки начинают использовать повторно и работа получается не очень чистой обратите пожалуйста внимание я буду использовать вот эту часть над которой я буду непосредственно сыпать наши кристаллы теперь вы спросите зачем вот это вороночка такая маленькая вот а для того чтобы оставшиеся чистые кристаллы обратно убрать вот такую бутылочку вы можете экономно работать при этом зарабатывать деньги если вам интересно что я сейчас буду использовать то это candy land candy land вот ой там птички нас поют слышите птички какие-то завелись что я сейчас делаю самый любимый этап и так увеличиваем держим я надеюсь я никуда не убегаю постараюсь постараюсь для вас чтобы вы весь процесс увидели вот количество количество теперь зрителей намного выше я аккуратно где-то приблизительно с расстоянием 15 10-15 сантиметров аккуратно аккуратно видите как они легко отскакивают обязательно крутите палец клиента поворачивайте потому что очень важно не касаться лишний раз велюровой поверхности кистью а постараться насыпать кристаллы так теперь что мы делаем апельсиновая палочка это очень хороший и удобный инструмент я собственно что делаю начинаю поправлять каждый кристалл для того чтобы он нам создал аккуратный рисунок который будет непосредственно вокруг камня лишнее я могу смахнуть безусловно я это делаю не кистью а именно чистой апельсиновой палочкой чтобы ваша работа была действительно чистой и клиент это оценил по достоинству и только после того как вы полностью поправили сделали его намного симпатичней и более четким только после этого вы можете фиксировать в лампе если где-то какого-то элемента не хватает ничего страшного едва сухой кистью фактически сухая кисть возьмите один-два кристалла и соответственно оставьте на поверхности ничего страшного не случится у вас получается более аккуратная работа далее фиксируем в лампе не меньше минуты почему потому что каждый элемент непосредственно даже если это кристалл это все-таки не прозрачный материал не всегда прозрачный может быть и в данном случае мне необходимо увеличить время как проверить смотрите вот эти кристаллы если вы видите что они остались на поверхности они не скользят эти кристаллы естественно обратно в бутылочку не уйдут уйдут только те кристаллы которые легко скатываются с вашей коробочки в данном случае если вы их используете и я очень аккуратно на этом этапе аккуратно только чистые кристаллы будут скатываться на этой упаковочке в упаковочке все что осталось но обязательно можете использовать на следующем ногте то есть буквально с этой стеночки вот если на стеночке соответственно кристаллы как-то прилипают какие-то они не очень свободные так скажем значит на них есть какое-то количество материала а может быть это даже статическое электричество такое тоже бывает итак что делаем дальше дальше вы можете проработать оставшуюся часть оставшуюся часть которая есть вокруг камней все то же самое действия все те же самые и у вас получится действительно очень элегантный ноготь далее если вы работаете с белым цветом с черным я покажу специально на данном типсе дизайн почему потому что он тоже достаточно актуальный когда вы сделали переход от черного цвета к белому один из самых сложных переходов вы можете все это дело и украсить величие амбре и соответственно поработать действительно потрясающе в данном случае мне потребуется уже может быть черные камни кисть и конечно бейс экстра у вас уже готовая глянцевая поверхность она уже не требует ничего дополнительно то есть вы не используйте на данном этапе пока никакого финишного так скажем этапа как снятие допустим липкого слоя бейс экстра наношу небольшое количество очень важно взять тот материал который будет иметь классный блеск и сцепление после естественно снятия липкого слоя вы можете что сделать вы можете нарисовать допустим четкий квадрат вот я сейчас постараюсь не убегать с камеры я бы нарисовал квадрат а вы что нарисовали бы вы за квадрат или за сердечко давайте проголосуем сердечко сердечко там кто-то хочет а может мужской квадрат надо девочки прямо попробуйте не поленитесь найдите смайлики и напишите нам квадрат рисуем или все-таки сердечко ну вижу пока сердечко квадрат так кто еще так я пропустила подскажите стразы на клей крепили нет девочки на бейс экстра бейс экстра я использую в чистом виде если я приклеиваю мелкие стразы если я приклеиваю крупный элемент да элемент достаточно крупный я использую бейс экстра и пудру акриловую и тогда у меня все все на месте квадрат квадрат нет попросили квадрат будет вам квадрат ну что ж а я хочу квадрат и плюс сердечко а еще одна написала так пока пока два квадрата сердечко конечно так 2-ю сердечко и 2-ю атлас qак 팡 anas пока появились в комментариях не вижу так что рисуем квадраты сердечко квадратное сердечко это у него квадратное сердечко если он вас не любит так 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 сердечко 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 ну вот ну ладно рисуем сердечко и так сердце может расположиться где как в центральной части так и на свободном крае поэтому как по левой в данном случае от вас не знаю где лево где право но я аккуратно силуэт нарисую давайте-ка для того чтобы оно получилось красивым я нарисую сначала базовым покрытием некий силуэт который напоминает сердечко пока нарисую половину сердечко он еще не заслужил полноценного сердца первая половиночка заполняем прям базовым покрытием заполняем базовым покрытием отлично самый любимый этап опять же я подготавливаюсь ничего нам помешать сейчас не должно вот они черные-черные красота безумная теперь я начинаю аккуратно сыпать ну что готовы надо было замедленную съемку пустить заполняем 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 от того что они тяжелые достаточно они очень хорошо начинают присоединяться к поверхности типса или ногти соответственно будущего вашего клиента и заполняет все достаточно близко друг к другу при этом полностью вы видите фактически уже готовый результат но что мы сделаем далее если палочка у вас апельсиновая достаточно чистая вы можете поправить камни тем самым вы делаете более четкий рисунок вот такое сердечко у нас получается конечно черное сердце половиночка с такой же легкостью можно изобразить изобразить портрет человека запросто видите какой получается аккуратный контур а посмотрите какой блеск ассистент включите включите вспышку чтобы все видели как красиво играют камни давайте пока девочки зафиксирую в лампе кстати я могу подержать посмотрите камни не ползут вспышку вспышку да ну как вам такой эффект сейчас мы покажем вам они не будут вот надеюсь вы все увидели своими глазами посмотрите как красиво они сверкают спасибо вам большое за лайки ну что фиксируем вот тут мне хочется немножко совсем поправить все все видите не ползут камни не ползут бейс экстра надежно их держит все фиксируем здравствуйте из литвы и привет привет мой мой там папа где-то заблудился в литве до сих пор ищут не могут найти клеил стразы наверное решил погулять погулял вот смотрите опять же напомню если к ваши камни очень легко передвигаются так скажем скользят по коробочке значит эти камни могут использоваться повторно если что-то осталось внутри ну один может быть парочку камней значит их не надо обратно в бутылочку помещать почему потому что со временем все что в бутылке будет уже не готовым вы будете сыпать у вас будут камни не сыпаться а соответственно как-то вываливаться из упаковки ну они просто будут склеиваться вместе и получится комки как ну как в кашах наверное кто-то может сравнить таким интересным способом вот первая часть готова рисуем вторую часть почему мы решили поделить непосредственно сердце на две части чтобы вы могли увидеть сейчас именно поведение базового покрытия что именно базовое покрытие никуда не течет отлично держит камни а если вы еще и смешиваете ее с пудрой то у вас получается действительно супер надежный клей который действительно стразы не только держит но еще и делает вас еще счастливее ну вот делаем то же самое это может кстати на этом этапе вы можете использовать другие камни не только черного цвета давайте мы как раз это и сделаем мне кажется будет еще интересней но для этого потребуется коробочка от камней сейчас вы увидите вот такие мы решили взять камни candy лэнд очень будет действительно красивое сочетание мы уже для вас готовим очередной мастер-класс по стразам как их надежно фиксировать на что их можно фиксировать и что можно изобразить если вам кажется что рисунок где-то не совсем полноценный вы просто добавляете камня чуть-чуть но советую все таки сыпать сыпать камни не наносите кисточкой почему потому что тогда теряется огранка камней соответственно на них попадает на эти камни какая-то часть базового покрытия и соответственно блеск начинает немного уходить почему потому что вы тем самым закрываете базовым покрытием ту огранку которая передает блеск и сияние страз видите достаточно подвижны но при этом никуда камни не текут это очень-очень здорово что делать нужно дальше далее когда вы закрепили стразы зафиксировали их с помощью лампы от неонейл профессионал 48 ватт не меньше минуты вы после этого можете воспользоваться смело клинером клинер это жидкость для снятия липкого слоя и допустим кисть кисть от неонейл это может быть кисть достаточно допустим старая кисть может быть не совсем новая кисть и в этом случае она вам очень хорошо поможет пока у нас идет процесс полимеризации в лампе я вам еще покажу вот такой для образца дизайн посмотрите как он легко смотрится это тоже сделано с помощью кристаллов пикси то есть один из вариантов на глянцевой поверхности можете себе сделать скриншот достаточно красиво смотрится вот тут что-то лишнее прилипло кто-то тут мне немножко кисть может быть абсолютно любой в данном случае это может быть от акриловой технологии акриловая кисть номер 4 главное чтобы она была абсолютно сухой и именно сухой кистью нет 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 вру девочки не сухой увлажни увлажните кисть с помощью клинера протрите кисть обязательно убедитесь что она чистая потому что если у вас допустим белая какая-то поверхность чтобы ничего не испачкали почему я пользуюсь сейчас пользуюсь сейчас клинером потому что мне необходимо снять блеск с базового покрытия нет не блеск липкий слой что это я заговариваюсь вот снимаю липкий слой то есть именно в этом промежутке между камнями блеск остается и тем самым камни будут сиять еще лучше и сейчас я надену увеличительное стекло чтобы вы смогли в этом лично убедиться главное не пытайтесь не пытайтесь работать с спонжиком вот часто девочки делают вот так берут спонж начинают протирать и так далее клиент допустим сама захотела сфотографировать ногти с помощью линзы а вы взяли спонж соответственно вы оставили ну какие-то ворсинки вот ненужные абсолютно часто клиенты именно видят ворсинки то есть сейчас они очень-очень глазастые клиенты и вы хотите чтобы фотография была чистой поэтому обязательно правильно пользуйтесь материалами снимайте непосредственно липкий слой кистью что мы сейчас собственно и сделали ну что ж надеваем увеличительное стекло и я вам покажу что у нас получилось получилось опа и вот сейчас блеск-блеск-блеск вот посмотрите какая получается красота буквально как икриночки смотрится и кстати вы видите ножку на данном этапе да то есть здесь не только круглые камни но еще и соответственно стразы с ножкой вот такая получается красота ну это если смотреть прям совсем-совсем близко все наш дизайн готов носить такое украшение мне кажется мечтает любая и при этом стоимость одного ногтя ну если он конечно может быть целиком может быть от 500 рублей ну разве это не сказка если вы покажете клиенту на что вы способны если вы показываете клиенту всю красоту камней на абсолютно разных при этом дизайнах потому что вы проявляете свою фантазию свою смекалку и тогда ваш клиент будет очень доволен и вы сможете предложить ему тот вариант который действительно будет радовать не только праздники но еще и какое-то количество дней после праздников поэтому обязательно пользуйтесь базовым покрытием от Neonail в сочетании с пудрой безусловно если вы клеите крупные камни для тех кто будет делать заказ на сайте обязательно обращайте внимание в данном случае это 2786-2 это у нас получается артикул нашей прозрачной базы и тогда вот такую вот красивую линию в жизни вы обязательно сделаете для вашего клиента вот спасибо вам большое черная действительно да любовь черная икра да действительно вот спасибо вам за то что вы оценили качество вот может быть красный да может быть это бейс экстра каучуковый нет это бейс экстра без слова каучуковое в данном случае это бейс экстра это бейс экстра так пока еще у меня есть время я отвечу на ваши вопросы буквально у меня минуты есть девочки минута так так спасибо 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 вам большое большое спасибо что вы нас цените оценили и сегодня мы и дальше будем вас радовать пожалуйста забегайте на сайт neonail.ru потому что 40 процентов это действительно подарок великолепный к новому году поэтому у вас остается совсем немного времени не только до нового года но и буквально до 12 часов ночи у вас есть еще время сделать заказ и оформить продукцию со скидкой до 40 процентов мои дела хорошо спасибо вам большое а ваша любовь как дела спасибо большое что вы интересуетесь ну вот подошел наш прямой эфир к концу спасибо вам большое девочки и мальчики хорошего вам дня отличного завершения рабочего дня и самое главное чтобы вы получали удовольствие от работы работайте зарабатывайте получайте чаевые украшайте ногти стразами и пусть у вас все будет чики-чики всем пока hello from Spain а и скрики ну в